Российский офис Mitsubishi раскрыл подробности о кроссовере Outlander следующего модельного года. Задние кресла получили улучшенную боковую поддержку, передний в версиях с четырьмя ведущими колесами, поясничный подпор с электроприводом. Система полного привода с электронно управляемой блокировкой переднего дифференциала теперь доступна с любым двигателем, а не только с топовым мотором V6. Наконец, впервые за 10 лет поменялся блок климат-контроля. Над перелицованным блоком климат-контроля совершенно новая мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином. Это продукт Яндекс.Авто, который, к слову, будет доступен не только на Outlander, но и на Pajero Sport. Медиа-система Яндекса устанавливается на самые востребованные комплектации этих моделей. В первое время водители смогут пользоваться навигатором, музыкой, браузером и, не выходя из машины, оплачивать парковку и заправку. В дальнейшем функционал сервиса расширится. Как расширится и перечень версий, на которых доступен новый Митсубиши софт. Если есть Яндекс.Авто на борту, как штатное головное устройство, то навигатор будет работать всегда, независимо от того, звонят вам, не звонят, пишут, не пишут и так далее. То есть, так или иначе, это немножечко снижает риск возникновения каких-то аварийных ситуаций за рулем. Выход в интернет обеспечивает 4G-модем. В течение первого года после покупки автомобиля водитель сможет пользоваться сервисом бесплатно. Дальше придется продлить обслуживание за свой счет или подключить смартфон в качестве точки доступа. Поставки автомобилей с мультимедийной системой Яндекс.Авто начнутся во второй половине марта. Производство посвежевших машин стартует в Калуге уже вот-вот. Но самое любопытное во всей этой истории то, что это нововведение никак не скажется на цене. Прайсы останутся прежними. Продолжение следует...